Как только вы начинаете что-то штробить, долбить, безусловно, у вас появляется пыль и мусор. Поэтому на больших объектах вам за это вообще просто голову открутят, если вы будете так пылить и засирать помещение. На маленьких участников по идее пофиг на это, да? Но уважение к другим людям, которые работают на объекте, должно быть. Поэтому штробим, подключаем пылесос. Подключая инструмент, который в данном случае штроборез или это флекс будет с определенным диском, подключаем сюда, переключаем его в автомат. Как только вы включаете флекс, включается пылесос. Если вам нужно убрать за собой помещение, переключаемся в мануал и начинаем пылесосить и убирать помещение. Важный фактор. Вы пришли на объект, заканчивать свою работу, устанавливать смесители, душевые, какие-то там дела. Нужно установить крепления на стене. Все свежезасиликонено и тому подобное. Для этого существует пылесос. Батарейка не села? Села батарейка. Вы подносите к тому месту, где вам необходимо просверлить. Возьми поближе, пожалуйста. Включаете пылесос, пылесос присасывается к стене и вы сверлите, вставляете сверло сюда и сверлите и все, что выходит, вы собираете сюда в пылесос. Выключаете, снимаете пылесос, открываете, уходите куда-то, туда, где это все можно сделать и вытряхиваете. Другой способ. Опять присоски к стене. Нужно постоянно смачивать, допустим, сверло. Смочили поролончик водичкой. Зафиксировали на место присосками. Вставили в отверстие сверло. Просверлили. Вся как здесь. Тут нужно, конечно, подумать немножечко, чтобы ничего не осыпалось. Но я этим редко пользуюсь. В основном в своей массе это вот такой пылесосик. Вот как-то так. О всех сверлительных, долбительных, резательных моментах и способах уборки за собой мусора и недопущения образования большого мусора на чистых поверхностях. До встречи. Продолжение следует...